На данный момент робится все макшимое, как беженцы в часовом пункте размещения на территории транспортно-логистичного центра Лебросгоу отшивали себя максимально обороненными. Таким меркованием с журналистами поделился старшиня постоянной комиссии Совета Республики национального схода Беларуси по адукации, навуции, культуры и социальном развитии Виктор Лескович. Як подкреслено, бытовые потребы у всех мигрантов максимально задовольняются. На особливом контроле от поведенных инстанций застаются аспекты беспечного знахожения людей у ТЛЦ. Продолжается постоянный круглосуточный мониторинг службами МЧС безопасности пребывания в логистическом центре. Организовано патрулирование, в том числе и в ночное время. Ну и очень помогает сегодня видеонаблюдение, которое организовано. Мы видим сегодня всю картину в целом, можем оперативно влиять на ситуацию. Вопросы решаются на системной основе. Ежедневно мы осуществляем мониторинг проблем беженцев, которые находятся в транспортно-логистическом центре. Хочу сказать, что поддерживается температурный режим. В связи с похолоданием вчера дополнительно выдали каждому одеяло. Все практически обеспечены теплой обувью. В течение двух дней обеспечим и мужское население беженцев теплой обувью. Сегодня продолжается работа бани. До слова, у транспортно-логистическом центре удалось оперативно адреговать на выпадение снегу и гололюдзицу, якими супроваджауся первый календарный день зимы. Ежеджен ранку силами коммунальников. Была проведена подсыпка дорожного покрытия пешчано-соляной сумесью. Это позволило продухилить макшимое падение людей и у вынеку отрымания характерных гололюдных травм при перемещении по территории и каля ТЛЦ. Серьезных цей надзвычайных скаргов на здоровье у тем леку по причине перехолоджения за сутки от беженцев так само не поступало. Работает медицинский пункт, две машины скорой помощи. За сутки обратилась за медицинской помощью и дана консультация 114 человека. Из них один ребенок доставлен в больницу. Это в основном простудное заболевание. Сейчас в больнице находится 11 человек, из них двое детей. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, собственно, идут на выздоровление. Часть сегодня будет выписана, часть будет выписана завтра. Немаловажно, что у лагеря заховывается парадок, проводится своечасовая уборка территории, свои функции поспехово-выконвая санитарная зона. А температурный режим внутри логистичного центра, навод про истотный похолодание звонку, будет подтримливаться на узровне плюс 16 градусов и выше, что забеспечит комфортное знахожение людей. Как подкресливается, все бытовые пытания выращаются системно, ответно, как подсумовывают специалисты, на данный момент робится все макшимое, как беженцы в ужасовом пункте размещения для мяжей отшивали себя максимально обороненными. Спасибо.